Друзья, всем привет из парка Львов Тайган. Вот это территория у слоновника. Здесь пруд, главный резервуар воды для Тайгана. Здесь же купаются слонихи Магда и Дженни. И вот тайганское водохранилище. Тайганское водохранилище хорошо разлилось в этом году, наполнилось. Это очень радует. А вот вольер Гамадрилов. Здесь стая этих интересных приматов. Они очень любят выпрашивать вкусняшки, когда видят Елену Желябову. Они ее прекрасно знают. Память у них великолепная. И сразу же оживляются. И вот вожак, он даже требует, он уже не просит. Нет, друзья, он требует так повелительно. Где мои вкусняшки? Я жду. Потому что уже привыкли, что если приходит Елена, то, конечно же, с сумками полными вкусняшек. Им-то не вдомек, что эти сумки таскать не очень-то легко. Питомцев в Тайгане много. И для каждого, если взять даже по чуть-чуть, то это получаются тяжеленные сумки. Но вожака это не интересует. Его интересует, где вкусняшки и побольше, побольше. Вот такой вот вожак в этом вольере. И не только вожак, но и другие ребята гамадрилы тоже не сильно-то отличаются деликатностью. Гамадрилы вообще, они по характеру довольно-таки жесткие ребята. В отличие от тех же японских макак, да даже озорных капуцинов. Эти павианы, гамадрилы относятся к павианам. Они, павианы, вообще очень-таки агрессивные. И не зря же говорят, из приматов именно вот павианы наиболее агрессивные. Даже могучие шимпанзе или даже гориллы. И то, и то у них как-то более такой характер помягче. Но, как говорится, даже у этих животных все индивидуально. Мы знаем, что есть такие ребята, как Джоник, который хоть и эгоист, хоть иногда и нервничает, вспыльчивый. Но, тем не менее, такой добрячок и просто удивительный домовенок. Вот, друзья, мы видим, что здесь тоже, несмотря на то, что вожак и строит из себя очень грозную личность. Но, на самом деле, не особо-то и гоняет своих сородичей. Как это мы наблюдали в том питонном вольере, где они жили. Там действительно были строгие законы, строгая иерархия. Потому что было банально мало места им. Здесь же места много. И что в этом вольере, что вот в том вольере у колеса обозрения, гамандрилы себя, конечно, чувствуют гораздо лучше и вольготнее. Вот-вот, требуют. А ну-ка, давай, давай мне вкусняшки. Ой, ну, умора с этими ребятами, конечно. Вот, друзья, прекрасные окрестности парка Львов-Тайган. Здесь, на эту площадку, можно зайти и полюбоваться вот крымским предгорьем. Которое сейчас очень красиво. Именно в это время года, когда много зелени. Зелень такая сочная, многие деревья цветут. И чем хорошо крымское предгорье, это тем, что здесь действительно очень много фруктовых деревьев. Всегда можно пойти, пособирать и грибы, и ягоды. Но это, конечно, уже чуть-чуть попозже. Первые начнутся вот дикая черешня, вишня. И потом уже, можно сказать, до конца осени какие-то будут там фрукты, ягоды. Так что, друзья, ждем вас в Крыму. Если наши зрители кто-то не из Крыма. И, конечно же, обязательно в парке Львов-Тайган. Ну и, конечно, других зоологических парках Крыма. Просто парках Крыма. Потому что Крым, не зря его называют музеем под открытым небом. Здесь столько сосредоточено разных интересных мест, которые можно посетить, полюбоваться и получить массу впечатлений. Не зря говорят, наша жизнь – это не то, сколько лет мы прожили, а то, сколько воспоминаний у нас осталось. А путешествия – это как раз воспоминания. Огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Всем мира и добра. Пока-пока.